В Москве прошел национальный праздник Эссех под эгидой правительства Москвы, правительства Якутии и постоянного представительства республики при президенте Российской Федерации. Торжественная Уруя-Ихал звучала сегодня на территории парка-заповедника Коломенское. Подробнее в сюжете Натальи Сазоновой. Уруя-Ихал! В большой праздничной программе по традиции центральное место уделяется обрядовой церемонии, которую в этом году представляет самый северный улус Якутии, полюс холода Верхоянск. Нам выпала огромная честь в этом году представить республику Саха-Якутия в столице нашей родины, в городе Москве. Состав делегации около 100 человек. Культурная программа очень обширная, поэтому мы очень волнуемся. Для нас, жителей Заполярного края, действительно очень ответственный момент, поэтому мы в течение года подготовились. В прошлом году мы в старинном городе Верхоянске на высоком организационном уровне провели эссех Олан-Хо 16-го года, поэтому в селом подготовка неплохая. Москвичи и гости праздника восторженно принимали церемонию Алгыс, экзотические танцы и песни, в которых участники с большим воодушевлением и любовью передавали то, что было заложено предками. Здесь, на центральном тюсюльге, звучали поздравления и от народа Якутии, и от официальных органов власти. Большое количество приветственных адресов, сувениров, подарков, в том числе от мэра Москвы Сергея Собянина, получили якутяне, а те, кто активно сотрудничает с республикой в разных направлениях, были отмечены руководством Якутии. Гостям были представлены спортивные соревнования, многочисленные конкурсы, концерт с участием творческих коллективов Москвы. Радостное настроение, восторг и от обилия красок, красоты, угощения якутского народа, я думаю, что сегодня мы создали радостное настроение, удивительный этот мир, желание радоваться жизни многим-многим тысячам наших гостей. Праздник удался. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК САХ, Москва.